Доброе утро! Доброе утро! Было много гостей, дети нам показали, ну просто замечательный концерт, который у нас проходил в конгрессе в холле ДГТУ. Ну и основной, я так думаю, что это был праздник кадетского корпуса, праздник наших детей. И еще раз повторюсь, мне кажется, они очень достойно его отметили. Участниками концерта были только ученики вашего кадетского корпуса или кто-то был еще? У нас в основном были ученики кадетского корпуса. Все номера, все показные выступления проводились силами наших детей. Единственными приглашенными гостями, насколько это можно назвать, это была группа, которая непосредственно имеет отношение к ДГТУ. А, понятно. Ну, приглашенных гостей каких-то особых не было. Ну, сто лет довольно большой срок. Если можно, немножко об истории. Как этот кадетский корпус образовался? Вы знаете, очень сложная у него история, потому что сформировался он в 20-м году, когда шла гражданская война на территории Крыма. Идея формирования этого корпуса была, это спасти детей от лихо-гражданской войны. До 20-го года он был в Крыму, потом, когда Крым был взят уже в Красной армии, его вывезли на пароходах. И вот этих несчастных детей приютили в королевстве Сербии. Король, будущий там в Югославии, потому что он сам был выпускником кадетского корпуса. И некоторое время они существовали там. Потом произошло объединение, и корпус уже был воссоздан только в 30-м году на территории Франции. Там уже приложили руку именно его воссозданию члена императорской семьи. И до 1964 года он существовал во Франции, имел название Версальский. В связи с изменением законодательства уже Франции корпус прекратил существование. В 95-м году уже патриотами здесь, на Дону, он был воссоздан. Сначала он был как воскресная школа, где было 7 воспитанников. Сейчас это уже динамично развивалось учебное заведение, которое насчитывает более 560 кадетов. Ну такая цифра серьезная. И двое представителей сегодня у нас здесь в студии, ребята. Давайте перейдем к вам. Расскажите, как вам там в кадетском корпусе-то? Эрика, давай начнем с тебя. В кадетском корпусе очень интересно. Также там очень много мероприятий проводится. Вот недавно, как раз вы сейчас говорили, день рождения корпуса было. Также там есть дополнительные занятия. Я, например, хожу на робототехнику. Мы там собираем роботов и программируем. Тебе нравится робототехника? Удивительно для девочки с такой очаровательной внешностью интересоваться таким необычным занятием. А там еще девочки помимо тебя есть? Ну да. Ходят, да? Да, есть там еще одна, мы с ней вдвоем. Артем, а что тебе больше всего нравится в кадетском корпусе? Ну, мне там нравятся уроки, перемены тоже очень хорошие. Учителя добрые. Перемены вообще замечательные есть, да? Да. Вообще просто потрясающе. Учителя очень добрые, справедливые. Ругаются? Ну, иногда, но я считаю, что это правильно. Они очень справедливые. Да? Молодцы. Ты прямо сейчас, Артем, можешь передать привет своим строгим, но справедливым учителям. Вот, пожалуйста, вот в эту камеру, Артем. Да, здравствуйте, вы очень хорошие учителя и очень справедливые. Ты моя умничка. Молодец. Скажите, а с какого возраста принимают детей в кадетский корпус? Вот уникальность нашего кадетского корпуса такова, что мы принимаем детей, ну, с первого класса. Прямо с первого класса? Да. А обычно с какого принимают? Ну, обычно идет как профильно ориентированное учебное заведение с пяти. Я думаю, что мы единственные в России. С пяти, с пятого класса, в смысле? С пятого класса, да. Прошу прощения, принимаются с пятого класса, потому что считается, что это уже профильно ориентированное учебное заведение. Мы принимаем детей с первого класса, это наша вот особенность, это уникальность этого корпуса. Других таких нет аналогов в Российской Федерации. А детей на выходные домой отпускают или они все время там живут? Нет, у нас, они приходят к нам с восьми часов до семнадцати. А, ну, то есть домой они уходят? Да, они уходят ежедневно домой, выходные они проводят, соответственно, с семьей. Фактически получается, как обычная школа, да? Ну, я бы не сказал, что это обычная школа, но потому что нагрузка у них, у детей наших, ну, она гораздо выше. Идеи совсем другие. Идеи воспитания, идеи нашей работы комплексной, да. А какова основная идея воспитания? Ну, знаете, я, наверное, считаю, что мы должны воспитать достойных граждан нашей страны, достойных патриотов. Вот если не только, можно сказать, что немножко пафосная идея, но, мне кажется, она самая достойная. Антон Александрович, а тяжело руководить таким? Ну, знаете, если честно, да. Я вам откровенно скажу, потому что я... Очень много разнообразных вопросов нужно решать одновременно. То есть, ну, не скроюсь, что у нас есть определенные проблемы по развитию в плане... Нам досталось достаточно старое здание. Вот, мы бы уже готовы были бы развиваться. На сегодняшний день есть у нас спрос. Мы готовы бы уже развить корпус до тысячи человек. Но, к сожалению, территория кадетского корпуса, здания очень старой постройки, вот эти хозяйственные вопросы, они очень много отнимают времени. А после кадетского корпуса дети куда идут? Они поступают, как все в вузы? Да. Ну, как бы мы, конечно, позиционируем, что у нас профильное учреждение, которое готовит для подготовки к силовым структурам, для дальнейшего обучения в вузах, в силовых структурах. Но на самом деле, мне кажется, это не самое главное. Главное, воспитатель... Да, самое главное, развивать личность, которая будет готова поступить в любой гражданский, военный вуз. У меня вот такой еще вопрос. Я знаю, что у вас планируется, ну, по крайней мере, планируется точно проведение такой акции под названием «Белый цветок». Расскажите, в чем суть акции? Ну, это ежегодная акция, которая проводится в кадетском корпусе. Она имеет свои глубокие исторические корни. Впервые, ну, насколько известно, по источникам она была у нас в 1911 году. Инициатором этого проведения, это благотворительная акция выступил император Николай II, чье имя носит наш кадетский корпус. Вот. И идея была в том, чтобы собрать денежные средства и помочь детям, больным от туберкулеза. Вот. Сейчас эта акция, как бы, ну, проводится для помощи детям, которые попали в какие-то, ну, тяжелые жизненные ситуации. А в чем конкретно она проявляется? Ну, то есть вы что-то делать, каким-то образом собираете деньги? Дети своими руками готовят всевозможные конкурсы, подарки. А. Да, белые цветы. Вот у нас, допустим, принято, что ромашка – это наш цветок, который… Символ вашего. Символ, да, нашего праздника. Приходят люди, и вне зависимости от того, допустим, у нас нет определенных каких-то цен, то есть нет каких-то сборов пожертвований. Кто сколько готов пожертвовать, да, те жертвуют. Люди показывают, дети готовят свои подарки, готовятся какие-то, ну, подделки, там, конкурсы устраивают. И потом, я так понимаю, все собранные средства идут на благотворительность, и вы помогаете какому-то конкретному ребенку. Да, вот в этом, наверное, самая большая проблема, то есть определить, а какому ребенку более важно в этот момент помочь. Хочется помочь всем. Хочется всем. Ну да, к сожалению, вот понимаете, это очень тяжело взять на себя ответственность и сказать, что вот этому ребенку деньги нужны, допустим, чем кому-то другому. У нас остается буквально минута, не можем мы не задать этот вопрос, который мы задаем, наверное, практически всем гостям. И на этой неделе, и на прошлой, в связи со всей сложившейся ситуацией, вы как-то уходите на карантин, на заведение, или как у вас обстоит? Нет, мы перешли на дистанционное обучение, да, полностью у нас дистанционное обучение, детей нету, мы работаем онлайн. То есть ребята уже дистанционно учатся? Ребята сейчас еще пока числятся на каникулах, но с начальной, с 6 апреля они перейдут на дистанционное обучение. И сейчас у нас педагоги очень усиленно готовятся, разрабатываются программы, то есть мы меняем весь учебный план, к сожалению. Ну, все сейчас подстраиваются под обстоятельства и меняют не только учебные планы, но и полностью свой образ жизни. Вся страна сейчас находится на вынужденных выходных. Мы вашему корпусу желаем еще как минимум 100 лет жизни. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Самое главное, будьте все здоровы. Спасибо. Ну а мы продолжаем нашу программу. Вот пообщались мы с юными представителями кадетского корпуса ДГТУ. А прямо сейчас давайте совершим виртуальное путешествие, онлайн-путешествие в далекую-далекую Индию. И узнаем, как там сейчас обстановка в связи с пандемией коронавируса. И с нами на связи Мила Кузьмина. Мила, доброе утро. Здравствуйте. Где вы сейчас находитесь и какая там обстановка? Я сейчас нахожусь в Решикише, это штат Утаракханд, Индия. Примерно 230 километров от Дели. Мировая столица йоги, куда приезжает очень большое количество иностранцев, россиян, для того, чтобы пройти обучение, для того, чтобы пройти ретриты, пожить в Ашраме. И сейчас, несмотря на то, что уже началась эвакуация в разные страны своих граждан, сейчас здесь все еще огромное количество иностранцев, которые по разным причинам не смогли пока уехать домой. И это создает определенные проблемы и напряженность, потому что все закрыто, транспорт не ходит, комендантский час, запрещено выходить на улицу. Нам обеспечивают в хостеле питание, обеспечение всем необходимым, по требованию, естественно, за дополнительную плату. Но в нашем хостеле все спокойно, а многие отели и ашрамы закрываются, и людей выставляют на улицу. И, к сожалению, сейчас уже невозможно куда-либо переехать, сменить свое местоположение, потому что, опять же, как я уже сказала, границы штатов закрыты, транспорт никакой не ходит. На такси между городами можно перемещаться за большие деньги, действительно большие. И только при наличии большого количества документов из полиции, разрешений, всевозможных справок и так далее. Мила, скажите, а население сохраняет спокойствие и удается ли соблюдать все предписания властей? Что касается настроения населения, мне сложно судить, потому что я сижу в запертии в хостеле, выйти невозможно. Но, естественно, до нас доносятся слухи. В принципе, население все реагирует спокойно, все сидят по домам, выходят в разрешенное время утром в течение двух часов для того, чтобы приобрести продукты, предметы первой необходимости. И все остальное время все закрыто. Мил, ну и хотелось бы еще задать такой важный очень вопрос, касающийся, опять же, каждого человека сегодня. Какие меры предосторожности вы соблюдаете? Что касается мер предосторожности, которые мы предпринимаем, они, в общем-то, стандартные. Моем руки, пользуемся санитайзером. Но, поскольку у нас здесь порядка 30 человек в достаточно замкнутом пространстве, соблюдать дистанцию не очень получается. Тем не менее, к нам уже приезжала медицинская комиссия, проводили осмотр, записывали данные каждого. Так что, насколько мне известно, у нас все здоровы, все себя хорошо чувствуют и ждут своей очереди на отправку домой. Милая, такой важный вопрос. Когда же вы, наконец, вернетесь домой? Посольства разных стран предпринимают очень разные меры по возвращению своих граждан домой. Например, за гражданами Германии и Израиля прислали централизованно шаттлы, которые доставили их прямиком в аэропорт Тедели. Мы, конечно, Милая, желаем вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, и обязательно, как можно скорее вернуться на родину в Российскую Федерацию. Напоминаю, что с нами на связи была Мила Кузьмина, которая сейчас находится в Индии. Ждем ее обратно на родину. Вам, дорогие друзья, желаем хорошего дня, хорошего настроения. Не падайте духом, несмотря ни на какие обстоятельства. Помните, что все проходит, и это пройдет, и мы обязательно дружными компаниями вновь выйдем гулять в хорошую погоду по улицам нашего родного и любимого Ростова. А чтобы все это поскорее закончилось, дорогие друзья, давайте всем Донским регионам будем соблюдать меры предосторожности, будем избегать личных контактов, вообще поменьше выходить из дома или вообще не выходить из дома на протяжении вот этой выходной недели, и пусть все будут действительно здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова